Абсолютная зона доступа. Так абстрактно говорит о себе автор 15 документальных фильмов Елена Козинькова. Она впервые на Сочинской православной выставке и ждет встречи с ее участниками. Я буду очень рада рассказать о нашем своем последнем проекте «Русский локомотив. История экономического чуда в России», которое происходило в начале 20 века при царе Николае II. Вот почему тогда получилось легко и просто, а сегодня, пока мы к этому только пробиваемся, я думаю, у нас есть чему поучиться у наших предков. Зрителям известны ее режиссерские работы. Это проект государь-император Николай II «Возвращение» и «Чудотворный образ России». Здесь на выставке «Православие и мир» можно будет познакомиться и с православным писателем Юрием Воробьевским, который также расскажет о книжных новинках. Его последняя книга «Незримые старцы» посвящена старцам нашего времени. Многие спрашивают, существуют ли еще старцы, есть ли еще святость. Вот я в своей новой книге рассказываю о тех, кого я знал еще в 90-е годы, в частности, о схемонахе Антонии, замечательном подвижнике нашего времени. Сейчас уже после его смерти можно сказать, какие подвиги свои он скрывал при своей жизни. То есть я знал святого, я разговаривал с ним, как с вами, я мог дотронуться до него. Для меня он тоже был, в свою роду, незримым старцем. Я видел в нем просто симпатичного монаха. Беседы с интересными людьми будут проходить на выставке с 15 часов ежедневно в рамках культурно-просветительской программы. Еще одно из важных событий православной выставки – прибытие святыни башмачка-святителя-чудотворца Спиридона Тремифунского. Выставка в рульонах у морвокзала продлится с 25 по 29 сентября. Вход свободный. Елена Всецкая, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.